Что такое Микадсу? Это кореец или китаец? Никто плохого не говорит, а в Китае это не очень. Мне кажется, все уже не так однозначно. Чайка! Вы поняли, да? Прикол сегодняшней съемки в том, что этот мотор практически такой же, как мой мотор, только 130-й. У меня 115-й в том же блоке, это 130 лошадиных сил, но это вообще по-другому воспринимается, когда ты находишься вот в такой лодке. Не в моей тяжелой, с кабиной, вот с этой всей фигней, которая мешает кайфу. А РИП, РИП это хулиганская штука, на которой можно прочувствовать весь кайф от мотора. То, что у тебя 130 лошадей, я как будто верхом на нем сижу, и это совсем другое ускорение. Производитель, сам производитель, юридическое лицо, находится в Корее, да, а производится в Китае. Детали делаются, но абсолютно в разных местах, начиная от Германии, Канады, Японии, вот, понятное дело, Китая. Но сама сборка окончательная, она делается в Китае. Мне кажется, тут ничего такого постыдного и страшного нет, что почему-то многие это скрывают и как-то педалируют эту тему. Мне кажется, китайцы, они давным-давно уже семимильными шагами развиваются, уже на обратную сторону Луны и на Марсе ходят. Поэтому ничего тут страшного абсолютно нет, заводы у них на высочайшем уровне. И завтра-послезавтра они перегонят и Японию, и Америку, и весь остальной мир в плане технического развития. Давай в открытую, прямо скажем, с какого мотора китайцы скопировали этот Mikatsu? Да, тут тоже скрывать нечего, потому что мотор оригинальный очень хороший, наверное, один из лучших в мире. Поэтому они скопировали самого лучшего, на мой взгляд, мотора 130-ки, это F-130X, да, Yamaha. То есть я могу предположить смело, что это то же самое, что мой 115-й Порсун? Да, база получается та же самая, 1832 кубика. Мы тоже ждали достаточно давно 130-й, потому что 115-й у нас появился еще в 2018 году, и в 2021 году пришел наконец-то у нас 130-й. Поменялись мозги, поменялась поршневая система, вот, ну и получилось вот 130-й. Я сам сегодня видел, что идет он совершенно по-другому, да, выдает гораздо лучше. А тримом попробуем. Тримируем. Ну, я не знаю, может, я такой невезучий. У меня 65 получается? Семь. 67? Ну, было же, да. 67? Ну, ты так кричал, я не услышал. Не прощай. 67! А, в ту сторону мы когда ехали. Обратно 65. Я все правильно услышал. Но дальше я уже все, тримом поднимаю его вверх, он начинает слегка прохлапывать, и все, дальше процесс не идет. Сейчас мы попробуем поменять винт. У нас есть с собой ямаховский с большим шагом, и посмотрим, что из этого получится. Здесь свои плюсы, есть свои минусы, по крайней мере, вот на этом Риме. Если на 115 было идти как бы легче, потому что L-нога была, она соответствовала этому трансу, транец здесь 508-й, то 130-й у них L-ноги нет. У них есть только X-овая нога, вот, то есть для 635-го транса. И поэтому транец, ну, Дейдвуд получается здесь достаточно заглублен, вот, и недовыдает своей мощности. Вот, и чувствуется, да, что мощи дохренища, да, но слишком глубоко находится винт, и не выдает из-за этого. То есть сейчас получается, что... О, ГИМСы. Да, вот. ГИМС подходили, спрашивали, что за мотор. Первый взнос за них, правда, я внес 15 рублей, потому что лодка без номеров. Это вы сами видели, да. Ну, конечно, согласен, нарушение. Да не согласен я, много... Получается, что сейчас только Умикацию есть на российском рынке в линейке 130-й мотор, из китайцев. Да, но так Умикацию есть не только 130-й, Умикацию есть 150-ка. Правда, она делается под заказ, вот, единственным экземпляром, она была представлена в 2021 году, в прошлом году, вот, но она есть, то есть ее можно заказать. А 130-ка, она пошла уже все, на конвейер. База запчастей с Ямахой совпадает? Да, идентична абсолютно, но вот сегодня мы попробовали поставить винт от Ямахи 130-го, 21-й шаг, который идеально подошел. Ну, это только речь о расходниках, видимо, если лезть глубоко в конструкцию, неужели там тоже все Ямаха? Поставщики, поставщики утверждают, что полностью идентичен. Да, сальничка для прокладочки, полностью. Ну, по крайней мере, на 115-ке это действительно так, его перебирали, вот, и от Ямахи подходят все. Что, например, из каких-то узнов дорогостоящих? Ну, я бы не сказал, что сверх дорогостоящие, но попробовали менять торсионный вал, вот, идеально просто подходит, встает. Вот, у меня было в Порсуне для установки все, включая болты, на которые надо его прикручивать, гофры и все остальное. Здесь какой комплект? Здесь практически то же самое, то есть, все полностью есть, включая и болты, и гофру, и машинку, и многофункциональную панель. То есть, есть все, троса газрывес, понятно, я с разницей не вижу абсолютно никакой. Не по Ямахи, не, если уж мы говорим, другие бренды, да, не по Меркури, вот, по Сузвуке и вижу, но в лучшую сторону, я бы так сказал, да, но это опять-таки на любителя. Вот, по шумности, по шумности, но тоже, наверное, сегодня обратили внимание, на нейтрали и на низких, когда только набираешь, звука вообще никакого нет, такое ощущение, как бы то не работает вообще. Вот, как у нас некоторые говорят, там можно котенка положить сверху, он будет спать. Кстати, можно было сегодня попробовать со стаканом, вот, со стаканом очень многие проверяют, действительно, набираются. А там, ну, берешь людей, они вам празднуют, песни орут, слышно, наверное, там все за стакан держатся, будь здоров. Больше полутора часов ходим на одном топливном баке. Мы не выживали даже 20 литров бензина, это на 130-ке, это очень-очень маленький расход, очень маленький расход. Ну, при том, что каждый пытается вжаривать на этом моторе сейчас. Да, да, с учетом, что мы показывали максималку, да, выводили его на 6000 оборотов, вот, показывали там под 70 км в час, мне кажется, это очень серьезно. И, тем не менее, вот, расход очень маленький, с учетом, что на больших, затратка очень большая, там, ну, в час у некоторых, там, 30-40 литров, да, если ходишь по несколько часов, то можно попасть на серьезную копеечку, да. Если у тебя практически в два раза меньше расход топлива, то ты в два раза меньше тратишь денег, вот, на это удовольствие. Быстрый очень выход в режим глиссирования, мы выходили там в течение, ну, считанные секунды, что порадовало, да, что выходили практически сразу на 35-40 км в час. Вот мы замеряли, 35-40 км в час сразу с ходу выход, это, мне кажется, очень серьезные такие показатели в пользу вот этого мотора. Ну, у нас еще РИП, он легкий. Да, здесь келеватность сумасшедшая, просто 28 градусов, да, и это тоже имеет значение, но я просто сравниваю с другими моторами, которые висели на этом трансе. Результаты были другие, несмотря на то, что мощность практически идентичная была, а результаты гораздо, конечно, слабее были. Вот, и по скорости, максимальной скорости, и по скорости выхода в режим глиссирования, да я по ощущениям самим. Гарантии поддерживает официальный дистрибьютор Global Drive, ну, этого бренда Mikatsu, вот, и на расширенная гарантия 10 лет. То есть, 3 плюс 1,1,1,1 до 10 лет. Это самая большая гарантия, ну, в России, которая вообще будет дается на моторы. То есть, 3 года безусловные, и каждый год ТО, вот, и, соответственно, продлевается гарантия до 10 лет. Это стоит каких-то денег, наверняка? Ну, любое ТО, конечно же, оно стоит денег. Нет, чтобы расширить гарантию. Только стоимость ТО. Пункты со звездочкой. Нет, 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 это только стоимость ТО. Ну, как правило, в автомобильном мире, если кто-то сулит большую гарантию, то там идет список оговорок, на что она распространяется. И чем дальше, тем меньше этот список. В случае с моторами, что? Здесь распространяется абсолютно на все, включая электрику даже. Насколько я знаю, ни один, ни один дилер не дает гарантию на электрику. А компания Global Drive намекацию дает. Тут же система вот как раз-то PPG, вот эта вот электролизная. То есть он не царапается, ничего. На парус у него царапается, надо попробовать вот так вот сделать. А тут другая покраска идет электролизом. То есть это чисто такой морской вариант, абсолютно не боящийся никакой вот этой соленой воды. Там проверяли, он великолепно себя просто показывает на Охотском, на Тихом океане, а там 42 промилля солености. Люди даже забывают его опреснять, хоть бахны. Он живучий мотор, реально живучий. И за счет металлов, которые здесь используются, лигируется. Он там чуть ли не молибденом, говорят. Поэтому и выдерживает высокие перегревы. У молибдена, у него же температура плавления 2560, что ли, градусов. И им лигируется сюда. То есть любую температуру он выдерживает. Мы тогда проводили тот же эксперимент. Сколько, по-моему, 48 часов непрерывной работы. 48 часов непрерывной работы выдержал. Не на нейтрале, а там, по-моему, выставили 5000 оборотов. Просто меняли топливные баки. И все. Вот этот момент, когда переключение, только тогда он не работал. Прям показывали это, ребята. 48 часов, пожалуйста. В каждом, в каждом городе, в каждом городе есть, ну, в каждом городе присутствует Микадсу, есть склад запчастей. То есть основной склад и склад запчастей. А так вообще три основных больших таких хаба, склада. Это Владивосток, Новосибирск и Москва. Каждый из них обслуживает, получается, свой регион и поставляет. То есть запчастей есть, ну, в таком количестве, что можно на самом деле вот новый мотор собрать там, да. От прокладки, там, сальника, подшипника, шестеренки, там, заканчивая какими-то серьезными узлами, там, коленчатым валом, торсионным валом, грибным. Ну, все это есть, касается даже кожи. У меня товарищ уже накатал на своем, ну, правда, это ни парсуна, ни мекадсу, но тоже китаец уже, 70 часов за месяц упоротый, вот. Доволен, как слон. В смысле, тоже китаец, это корейцы? Корейцы. Попрощайся, да. Со штрафа зайди. Со штраф? Конечно. Чтобы приятно было жить, чтобы кому-то плохо. Лех, а я же твои документы дал. Да. Тебе штраф? Поплатишь? Да. Это недорого. Знаю. Ну, вот и все. Желайте удачи, Лехе, в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И все подробности про моторомикацию, про мою курточку новую. Все внизу под видео в описании. Вы все знаете. Пока, ловите новые видео. Все? Сописались? Ну, ладно, мой штраф. Там моя рожа была в документе. Подписывайтесь на мой канал.